В течение периода Ветхого Завета Бог три раза давал законы о нормах пищи. Эти законы имели определенные отличия между собой. Первое постановление о пищи Бог сделал при сотворении человека. Это записано в книге Бытие в первой главе 29-30 текстом. Бог позволил человеку кушать траву, сеющую семя, и плоды древесные с деревьев. Второе постановление о пище Бог сделал после потопа, когда произошли определенные изменения. И это постановление записано в книге Бытие 9 глава с 1 по 7 текст. В данном постановлении Бог позволил человеку кушать всех животных и травную зелень. Третье постановление о пище Бог дал в законе Моисея. В этом постановлении Бог вводит определенные ограничения и позволяет кушать только чистых животных, давая при этом определенные критерии для определения чистых и нечистых животных. Какому же постановлению о пище следует придерживаться христианам в период Нового Завета, который начался после смерти и воскресения Иисуса Христа? В данном видео мы с вами рассмотрим богословие апостола Павла, в котором апостол Павел касается этого вопроса. После смерти и воскресения Господа Иисуса Христа начался новый период в жизни человечества. И среди последователей Иисуса Христа, то есть христиан, возник вопрос. Какое постановление Божие о пище следует исполнять? Первое, второе или третье? Давайте мы с вами рассмотрим некоторые тексты, которые отображают богословский взгляд апостола Павла на данный вопрос. В Деянии апостола 21 глава 20 стихом сказано, «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Тысячи уверовавших иудеев, все они были ревнители закона Моисеева». Конечно, здесь прямо не написано, но логически очень очевидно, что все эти тысячи уверовавших иудеев придерживались закона Моисеева, а значит, они соблюдали третье Божие постановление о пище, которая находилась в законе Моисеева. Послание к Римнам, 14 главе, 2-й, 3-й текст говорит, «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи. Кто ест, не унижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Итак, в данном тексте появляются люди, которые здесь названы немощными, немощные вери, и которые кушали только овощи. Это говорит о том, что наряду с верующими из Иудеи, которые соблюдали постановление номер 3, в христианстве были также немощные вери. И, судя по всему, это были из язычников, которые придерживались постановления номер 1, и они кушали только овощи. Почему эти люди, немощные в вере, избрали исполнять постановление Божие номер 1 о пище? Сложно точно, конечно, об этом говорить, но, возможно, это отображает то состояние в христианстве, которое было в то время. Верующие, особенно из язычников, они еще не знали, как правильно относиться и чему следовать. Стоит ли исполнять постановление Божие о пище номер 3 или постановление номер 2, и чтобы меминизировать неправильность выбора в своей жизни пред Богом, возможно, они прибегли к самому простому варианту, это исполнять постановление номер 1. Есть только овощи. Но в христианстве того времени была еще и третья группа, которую мы можем увидеть также в этом тексте. Ибо иной уверен, что можно есть все. Данный текст перекликается также с текстом, который находится в 1 послании Тимофея, 4 глава, с 1 по 5 стих. В 4-5 стихе сказано, «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Здесь следует более подробнее обратить внимание на выражение, «Ибо всякое творение Божие хорошо». Я здесь привожу подстрочный перевод и анализ слова «всякое». Русским словом «всякое» было переведено древнегреческое слово «пан». Согласно словарю Стронга данное слово имеет значение, как «всякий», «каждый», «весь», «целый». Другими словами, здесь говорится о том, что потому что каждое творение Божие хорошо, или все творение Божие хорошо, или как в синодальном переводе «всякое творение Божие хорошо», и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением. В данном тексте апостол Павел говорит, что любое творение Божие является хорошим для пищи. «Каждое творение Божие является хорошим для пищи». Итак, мы видим, что в христианстве того времени была третья группа верующих, которые названы сильными в вере, и которые придерживались постановления номер два, в котором говорится, что кушать можно все. Всех зверей, всех птиц, всех насекомых, всех рыб. Но возникает вопрос, что же более правильнее соблюдать в период после смерти и воскресения Иисуса Христа? И вообще, могут ли эти три группы в христианстве, которые придерживаются трех разных постановлений Божьих о пище, существовать вместе? Вернемся к нашему тексту. Красными прямоугольниками я выделил часть текста, которые указывают на, как правильно нужно относиться друг к другу, какое постановление Божье о пище является более правильным, к какому постановлению следует все-таки стремиться. Итак, послание к Риминам, 14 глава, в третьем тексте мы видим следующее. «Кто ест, не унижай того, кто не ест, кто не ест, не осуждай того, кто не ест, потому что Бог принял его». Здесь заложен очень интересный принцип отношений. Каждый, согласно своему духовному росту и степени знаний, может выбрать любое постановление Божие о пище, но при этом запрещается унижать или осуждать других братьев и сестер, других христиан, которые следуют другим постановлениям о пище. Другими словами, в христианстве допускается, что, допустим, верующие изудеи могут следовать постановлению номер три. Немощные веры из язычников могут следовать постановлению номер один, и кушать только овощи. Сильные веры могут следовать постановлению номер два, и кушать все. А вот интересно, в послании к Тимофею, что это глава с первой по третий текст, говорится о том, что дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие жест словесников, сожженных в совести своей, запрещающих, обратите внимание на это слово, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушались благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо. Данный текст показывает, что появятся в христианстве такие люди, которые будут запрещать употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Другими словами, появится такая группа людей, которые будут следовать только одному лишь постановлению. Логически, судя по всему, это постановление номер три, которое отображено в законе Моисеева. И вот эти люди будут запрещать остальным верующим следовать постановлению номер два, где можно принимать в пищу любое творение. Обратите внимание, не просто осуждать или унижать, а именно запрещать. И, судя по всему, на основании своих запретов объявлять всех остальных христиан, которые не следуют постановлению номер три о пище, еретиками, отступниками. Таких людей апостол Павел характеризует как те, которые отступили от веры и которые начали слушать духов обольстителей и следовать учениям бесовским. И на основании данного текста, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусыдительно, если принимается с благодарением, потому что свящается Словом Божьим и молитвой, логично можно заключить, что здесь говорится о втором постановлении Божьем, о пище. Таким образом, мы видим, что в период после смерти и воскресения Иисуса Христа, то есть тот период, в который мы с вами сейчас живем, в христианстве более правильнее следовать постановлению Божьему о пище номер два, в котором говорится, что в пищу можно употреблять все, любых зверей, птиц, насекомых, рыб, травную зелень, траву, сеющую семя и деревья с древесными плодами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова